Всем привет! С вами Андрю Крэмор и это сайт videocopilot.net. Добро пожаловать на очередной видео урок. Сегодня мы будем создавать наши захватывающие эффекты с участием Сэма Лоэ. Это 61 урок. Мы с вами преодолели долгий путь, и я рад, что вы здесь. Я многому научился за это время, и надеюсь, вы тоже научились. Вот одно из правил, которые я усвоил. Когда на табличке написано «Медведей не кормить», то лучше их не кормить. В этом и пришлось убедиться Сэму Лоэ. Про медведя, кстати, это цитата из Симпсонов, если вы не поняли. Мне она показалась смешной. Мы будем создавать на Сэме эффект заживающей раны. Как будто он наделен способностями сверхчеловека, и может заживлять раны усилием воли. Примерно вот так будет выглядеть то, что мы будем делать. Как вы видите, процесс заживления проходит медленно, и раны затягиваются сами собой. В этом уроке мы воспользуемся новыми продвинутыми способностями, которые в несколько раз превосходят всю ту ерунду, которой мы пользовались в прошлых уроках. Давайте начнем. Выбираем съемку Сэм Хелл и устанавливаем ее на новую композицию. Вот теперь можно начать. Безусловно, нам нужно будет применить функцию Motion Tracking, но для начала я хотел бы показать вам способ применения этой функции по отношению к слишком зернистой или просто проблемной съемке. Для этого нужно добавить эффект, называющийся Remove Grain. Выставляем ее показательно в Final Output. И пользуемся установками по умолчанию. Они слегка смягчат очертания. Затем выбираем эффект Color Correction Curves. Делаем изображение чуть более светлым. Добавляем немного контрастности, чтобы было проще применить функцию Tracking. Если мы попробуем применить эту функцию прямо сейчас, то все добавленные нами эффекты исчезнут, и съемка будет выглядеть таким же образом, как и в начале. Поэтому мы не будем ничего делать. Закроем слой съемки и применим по отношению к ней функцию Precompose. Для этого выбираем Layer, Precompose. Move L Attributes into the new composition. Применяем этот слой к Fullage. Вот этот созданный слой мы и будем использовать для применения функции Tracking. Щелкаем по ней правой кнопкой мыши, выбираем Track Motion и приближаем изображение. Как вы можете видеть, все примененные эффекты остались на месте. Поэтому можно рассчитывать, что нам удастся лучше провести трекинг. Так и будет, так как я делал нечто подобное уже раньше, и все работало. Нажимаем на опции Rotation и Scale, и выставляем пункты Track Point в линию. Наверное, лучше всего получится, если мы разместим один Track Point в районе уха, а второй на носу. Мы расположили их именно таким образом, потому что нам нужно, чтобы прорезы были вот на этом участке. Функцию Tracking мы применим по отношению к тому участку, на котором планируем установить эффекты. Тогда результат получится отличным. Переустановим одну из Track Point на глаз. Возможно, так будет лучше. Теперь выбираем оба Track Point и проматываем трекинг вперед. Есть небольшая проблема у этой функции. Вам необходимо дождаться, пока все выбранные эффекты не отобразятся на съемке. И это существенно замедлит трекинг. С другой стороны, лучше получить в итоге цельную съемку, чем постоянно дергающуюся. Это своего рода компромисс. Все эти эффекты можно будет увидеть позже, так как пока что они нам не нужны. Пойду поставлю индейку в духовку. Итак, я вернулся. Индейка была великолепна. Хотя это и было уже несколько дней тому назад. Мы покончили с функцией трекинг. Поэтому теперь мы можем вернуться к слою композиции и создать новый слой No Object. После этого выбираем Edit Target. Выставляем No 4 и нажимаем кнопку Apply. Клик Apply. Окей. Теперь Tag Point установилась точно на глаз Сэма. После этого нажимаем двойным щелчком по Alt по слою этой композиции и отключаем все эти эффекты. По сути, их можно просто удалить. Теперь закрываем этот слой и слой трекер. Теперь, когда нам не нужно больше над этим работать, все движется гораздо быстрее. Давайте двигаться дальше. Покажу вам полезный прием. Выбираем эффект Noise & Grain Remove Grain Увеличиваем область просмотра превью И теперь, поскольку эта область покрывает всю зону применения трекинг, нам не нужно применять ее по отношению ко всей съемке целиком. Таким образом, мы можем сэкономить какое-то время, особенно если вы работаете в формате 720p. Довольно полезная вещь. Двигаемся дальше. Отключаем слой No Object После чего выбираем Project и применяем один из образцов Evolution Texture. Выбираем текстуру номер 10. Устанавливаем ее на слой композиции и немножко уменьшаем масштаб. Теперь изменим ее трансформот на Overlay ненадолго, чтобы просто увидеть, что именно мы делаем. На этой текстуре есть масса отличных участков. Мы воспользуемся вот этой частью. Развернем текстуру, разместим ее на лице, увеличим размер. Нам нужно только вот эти два разреза. Теперь заменим Transfer Mode обратно на Normal. Выбираем эффект Color Correction Curve и добавляем немного контраста, чтобы избавиться от серого цвета. Добавим также немного темных оттенков. Примерно так. Все это лишь первый шаг. Теперь нужно создать слой Precompose из обработанной нами текстуры. Для этого выбираем Layer, Precompose, Move L Attributes into the New Composition. Назовем этот слой Cat Map. Теперь нажимаем двойным щелчком по Alt, открываем этот новый слой и создаем новую основу белого цвета. Опускаем эту основу под слой текстуры. Выставляем Track Matte на Luma Matte Inverted. Это приведет к тому, что на текстуре останутся только белые участки. Все остальное является лишним, потому что наша текстура слишком большая. Теперь выбираем слой белой основы, также выбираем инструмент Paint Tool и обрисовываем именно тот участок текстуры, который нам нужен. Таким образом, мы получили Cat Map. После этого возвращаемся к слою основной композиции. Выбираем слой Footage, вставляем его в эту композицию и опускаем его под все слои. Теперь нажимаем по нему правой клавишей и выбираем Great Layer. Это приведет к тому, что мы сможем увидеть слой в этой композиции, но в другой композиции он не проявится. Вы можете видеть, что вот этот слой сам по себе, и этот слой можно перемещать как угодно. Можно считать, что этот слой вспомогательный. Поэтому я и называю его Great Layer. Он очень полезный и нужный. Снова возвращаемся к слою основной композиции. И чтобы облегчить себе задачу, удваиваем слой No Object. Затем выбираем слой Cat Map и No Object и применяем по отношению к ним функцию Precompose. Назовем новый слой Cat Precomp. Нам нужно, чтобы все данные по трекинг оставались в основной композиции, но также нам нужно, чтобы эти данные отображались и в вспомогательном слое. Если я расположу слои по порядку, то вот, что вы увидите. Слой основной композиции, затем Precompose, и после этого слой Cat Map, на котором установлена текстура. Этот порядок имеет значение для наших дальнейших действий, но пока что мы не будем обращать на него внимания. Создадим еще одну копию слоя Footage и вставляем ее в слой Precompose, что создает еще один вспомогательный слой. После этого выбираем слой Cat Map и соединяем его со слоем No Object при помощи функции Parent. Затем щелкаем правой кнопкой по слою Footage и устанавливаем Great Layer. Таким образом, в главной композиции мы не будем видеть никаких слоев для Footage, только слой Cat Map. Вы, возможно, уже запутались, но не переживайте, будем считать, что у нас была проблема, а теперь ее нет. Выбираем меню Effect and Preset, выбираем в строке Glass, выбираем CC Glass Effect и применяем ее к слою съемки. После этого выбираем пункт Surface, в котором устанавливаем слой Cat Precomp. После этого отключаем слой Cat Map и поэкспериментируем с установками. Для начала выставим показатель Softness на 0. Property на Alpha. Мы уже можем увидеть, что происходит. Теперь устанавливаем показатель Height на 2, а Displacement на 50. Теперь перейдем к освещению. Установим показатель Height примерно на 25. Можем на 28. После этого выставим уровень Light Direction на минус 180. Таким образом, мы создали освещение, которое как бы исходит откуда-то сверху и отлично гармонирует с изображением. Далее переходим к опции Shading. Немножко увеличим уровень Embined Light и Diffuse Light. В целом, все уже смотрится довольно неплохо, но чуть повысим уровень Roughness, чтобы было видно больше освещенных участков. Уменьшим уровень Specular, чтобы уменьшить его интенсивность. После этого можно выставить показатель Softness на 0.25. К этим установкам мы вернемся чуть позже. Пока же нам удалось придать порезам на его лице вдавленный вид. Переходим к слою Cat Pre-Comp. Выбираем Effect Generate Fill. Видим, что порезы заполнились красным. Придадим порезам темно-красный оттенок. Изменим Transfer Mode этого слоя на Classic Color Burn. Это сделает рану более темным. Уменьшим уровень Opacity до 40%. Для этого достаточно нажать клавишу T. Таким образом, мы получили изображение кровавых порезов. Далее еще раз удваиваем этот слой. Выбираем Effect Blur, Fast Blur. Это создаст эффект воспаленной кожи вокруг порезов. Увеличим уровень Blur. Теперь кожа выглядит болезненной. Выбираем Effect Curse. Переходим в Alpha Channel. И можем резко увеличить его уровень, чтобы сделать цвет порезов более интенсивным. С этого момента мы можем начинать экспериментировать с функциями и эффектами Softness. К примеру, выставляем Fast Blur для исходного слоя. Выставим его показатель, к примеру, на один. Это слегка смягчит изображение. К тому же, мы можем вернуться к слою Fullage, к примененному ранее эффекту Glass Effect, и поэкспериментировать с функцией Height. К примеру, если нам нужно, чтобы порезы выглядели более глубокими, можно увеличить уровень Softness и изменить уровень Height, добиваясь эффекта нужного нам. Можно придать ранее вид пулевого ранения, или еще что-либо в этом же роде. Эти установки располагают к тому, чтобы экспериментировать с ними, добиваясь наиболее реалистичного вида изображения. Эти порезы выглядят уже вполне реалистично. Данные функции Tracking должны распознавать эти изображения. Они распознают, так как слой Cat Matte прикреплен к слою Null Object при помощи функции Parent внутри слоя Cat Pre-Com. С этим закончили. Двигаемся дальше. Следующим нашим шагом будет заживление этих ран. Для начала идем в слой Cat Pre-Com. Выбираем слой Cat Map, после чего убираем эффект Matte Sample Shocker. Это позволит нам уменьшить эффект ранения. Если же мы сильно увеличим показатель этой функции, то ранения исчезнут совсем. Применить этот эффект будет не очень просто, так как нам нужно будет соотнести его со скоростью анимации съемки. Но мы просто установим для этой съемки временные рамки и установим ключевые кадры для функции Choke Matte. Затем продвинемся вперед по шкале съемки и выставим показатель Choke Matte на 1, или даже на 5. После этого можно нажать на клавишу U, и мы увидим установленные нами ключевые кадры. Проблема состоит в том, что слишком большое количество ранений исчезает уже при первой части съемки. Потом ненадолго замедляется в этой части съемки и полностью исчезает к ее концу. Чтобы избавиться от этого эффекта, нам нужно перераспределить ключевые кадры таким образом, чтобы ранения исчезали постепенно, пока они исчезнут полностью. Для этого продвинемся вперед на несколько кадров. Смотрите, как много ранений исчезает всего за несколько кадров. Установим здесь ключевой кадр. После этого подвинем ключевой кадр, точнее оба ключевых кадра, и сможем увидеть разницу между этими двумя ключевыми кадрами. В промежутке между ними многое происходит. Исчезают остатки ранения. Поэтому мы установим ключевые кадры вот тут. И отодвинем в сторону вот этот ключевой кадр. Теперь, как мы видим, рана рассасывается медленно. Вы можете продолжать сжимать ее до тех пор, пока она не исчезнет. Таким образом, мы добились того, что нам было нужно. Постепенное исчезание этого эффекта. Вот в этом участке мы видим множество изменений. Передвинем еще немного ключевой кадр. Фактически, нам нужно, чтобы кривая выглядела вот так, так как это обеспечит медленное исчезновение порезов. Далее вернемся к основной композиции. Если мы промотаем запись вперед, то увидим, что порезы затягиваются. Изображение по-прежнему выглядит так, как будто оно выполнено в 3D формате. Это происходит потому, что мы применили к изображению функцию Glass Effect. Если бы нам понадобилось изменить внешний вид этого пореза, то мы могли бы перейти в слой Cat Pre-Comp, оттуда в слой Cat Map, и внести изменения уже здесь. К примеру, применить другую текстуру. Или даже нарисовать что-либо. Какие-либо порезы прямо поверх слоя. Затем нам осталось бы только вернуться к основной композиции и убедиться, что все дополнительные эффекты отобразились на съемке. Если же мы хотим изменить месторасположение порезов, то для этого нужно перейти в слой Cat Pre-Comp и передвинуть слой Cat Map. Внесенное изменение также отобразится в слое основной композиции. В общем и целом, вы можете делать что угодно с этими эффектами. Можно изображать ранения шапнелю, пулевые отверстия и так далее. Еще один способ усовершенствовать эту съемку – добавить некоторое количество кровоподтеков к его лицу. Для того, чтобы это сделать, мы создадим новую основу фиолетово-голубого цвета. Выставим уровень Transfer Mode на Soft Light. После чего выберем инструмент Pen Tool. И с его помощью изобразим разные формы в тех участках, которые мы хотим видеть за кровоподтеки. Далее нажимаем клавишу F и увеличиваем уровень Feather. Можно к тому же уменьшить уровень Opacity. Изменить цвет синяков на более синий. Что-то в этом духе. Теперь можно прикрепить этот слой к слою No Object, содержащим в себе данные по трекинг, с помощью функции Parent. После этого все примененные эффекты останутся прикрепленными к лицу. Впоследствии синяки можно будет стереть по мере выздоравливания, или наоборот оставить их, как вам будет угодно. Еще один момент, о котором нужно помнить. Если вы хотите применить этот эффект по отношению к живым актерам, то лучше брызнуть на их лица настоящую кровь. Раны затянулись, но капли крови по-прежнему на коже. Это всего лишь небольшая деталь, которая пригодится вам, если вы надумаете применить этот эффект к настоящей съемке. Я вынужден признать талант Сэма. Он отличный парень. На него всегда можно положиться. Он сделает все, что угодно. Он всегда с радостью участвует в съемках этих уроков. Иногда мне кажется, что ему все равно, что именно я прошу сделать. Он как машина, как робот. Я могу попросить его встать на одну ногу, и он это сделает. Это просто невероятно. Он просто... Черт возьми, что это? Это просто еще одна композиция, которую присоединил к нашей. По сути, всего лишь еще один добавленный слой и добавленная функция CatMap. Можете взглянуть, что именно я сделал. Я воспользовался рваной текстурой, чтобы раскрыть этот участок его лица. После этого я просто поместил внутрь фотографию терминатора, добавил немного теней, и в итоге все смотрится здорово. Совершенно очевидно, что у Сэма теперь есть некоторые проблемы, с которыми ему придется разобраться. И это, конечно, много объясняет. Как бы то ни было, надеюсь, вам понравился этот урок. Не забывайте про нашу продукцию, DVD-диски. Покупайте их. Тогда мы сможем оплатить Сэму операцию, вылечить его, чтобы он смог снова стать нормальным. Потому что никто не любит разговаривать с роботами из будущего. Это противоестественно. Кроме того, не забудьте прочитать наш блог, а мы будем продолжать создавать эти прекрасные бесплатные уроки. Увидимся в следующий раз. Увидимся в следующий раз.